Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Обязательно оцените это видео, если оно вам понравится. Это нужно для того, чтобы алгоритмы YouTube рекомендовали мое видео другим зрителям. Если вам понравится выпуск и вы хотите получать больше таких выпусков, то обязательно нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал. Вы тогда точно ничего не пропустите. Ну а если вы хотите поддержать мой проект, то ссылка будет в описании. Там же вы можете задать какой-то вопрос, и я на него лично буду отвечать в одном из своих следующих видео. Сегодня мы будем разговаривать о модульных синтезаторах. И начнем, пожалуй, с самого важного вопроса, который задают себе люди, которые только задумываются о том, чтобы собирать модульный синтезатор. Это кейс, питание, рельсы, в общем, все то, что помимо модулей необходимо приобретать для того, чтобы ваш синтезатор уже начал издавать какие-то звуки, и вы смогли на нем играть музыку. На самом деле, я себя прекрасно помню в то время, когда я хотел собрать модульный синтезатор, но я также боялся неизведанного пути, что за питание купить, какой кейс собрать. Ну ладно, какой кейс собрать для меня не так страшно было, потому что я всегда любил работать с деревом, и я думал, что точно сделаю себе какой-нибудь кейс. Но, по крайней мере, какое купить себе питание, как эти рельсы там собрать, как вообще эти модули крепить, не буду же я просто вкручивать в деревяшку. Это, наверное, неправильно, хотя так на самом деле тоже можно сделать. Но важный вопрос оставался с питанием. И, наверное, в тот момент, когда я начал об этом задумываться, я думаю, ладно, окей, куплю себе 7-модуляр какой-нибудь. У меня был Kork MS-20, MS-20 Mini. И я думал, что, наверное, мне этого хватит для того, чтобы мои желания удовлетворить касаемо какой-то модуляции в звуке. Но, забегая вперед, скажу, что нет, мне этого не хватило. Сегодня мы будем говорить о некоторых аспектах. Какой материал? Ну, материал для кейса, соответственно. Поговорим про питание. Про рельсы. Про размеры кейса. А также поговорим, если успеем, о проводах. О патч-проводах. Для того, чтобы начать собирать модули-синтезатор, необходимо определиться с тем, какой вы будете использовать кейс. Чаще всего, когда индустрия не была еще так развита, люди использовали кейсы из фанеры. Они строили их либо сами, либо покупали какие-то недорогие кейсы, базовые кейсы от компании Dopfer. Или, по-моему, это еще была ламинированная фанера. И использовалась такая фурнитура для туровых кейсов. То есть одним из лидеров этой фурнитуры являлись Адам Холл. Про какую фурнитуру я говорю? Фурнитура выглядела вот примерно таким образом. Это железные уголки. Необходимые такие бабочки-застежки, которые можно было бы использовать для того, чтобы ваш кейс сохранялся в путешествии. А также вы могли придать ему какой-то эстетический вид. Ну, скорее всего, это больше случилось для какой-то защиты. На самом деле, сейчас в этом нет необходимости, чтобы покупать вот такие вот защищенные какие-то вот элементы. Это больше имеет, наверное, эстетический характер. Если вы, конечно, не собираетесь бросать свой кейс. Коробка может быть хоть из картона. Если вы соберетесь определенного размера картонную коробку или из лего, есть на самом деле на ютюбе даже какие-то примеры, как люди сделали из лего или вот действительно из коробки вот эти вот кейсы. И их, в принципе, ничто не останавливало. Одним из важных элементов для размеров составляет такая комбинация из специальных рельс и алюминиевые вот такие боковины, которые выставляют вот размер. То есть, если вы будете иметь вот такую штуку, ее я собрал сам, вы можете вот эту вот рамку использовать, в принципе, просто вот ее можно использовать. Допустим, возьмем какой-нибудь модуль. Если рамка будет необходимых размеров, и вы сможете вот вкрутить в нее модуль и подключить, в принципе, вы можете уже начать создавать музыку. Для этого вам практически больше ничего не нужно. Вот. Но некоторые люди вот эти вот боковины не используют. Они вот эти рельсы, которые здесь по центру, они их вкручивают прямо сразу в боковину деревяшки. Соответственно, сбоку у них появляются вот такие болты. Сейчас я вам расскажу о двух видах подхода именно к креплению рельс и кейса. Сами рельсы выглядят вот так. Это железная конструкция, в которую можно положить гайку, которой потом уже вы сможете прикрутить сам модуль. На обратной же стороне есть еще один шлейф, который позволяет прикрутить еще одну гайку, для того, чтобы она крепилась в раме. Вот эту конструкцию я создал, исходя из того, что я распилил вот эти вот две рельсы пополам. Чтобы крепить модуль, вам необходимо иметь рельсину сверху и снизу. Причем, если вам нужно иметь еще один ряд, то нужно еще две сверху и снизу. Вот эти рельсы я заказывал в магазине Клокс. Вот Клокс Д.Е., по-моему, да. Вы сможете заказать прямо сегодня вот там рельсы, и они к вам придут. Конечно, стоить это будет не очень дешево, потому что, во-первых, курс на рельсы сейчас варьируется также в соответствии с курсом евро. Но вы можете также рельсы купить еще и в одном из русских магазинов. Я оставлю ссылку потом в описании. Есть определенная модель таких похожих рельс, которые используются тоже для рэков, правда, для других целей. Но те рельсы имеют ширину меньше, чем эти. То есть ширина рельсов измеряется в HP. Вот это вот 104 HP. В том же магазине вы можете купить 84 только HP. Стоимость, по-моему, одной рельсины там составляет что-то около 600 рублей. Вот это мне вышло примерно 1000 за одну рельсину. Да, это чуть дороже, но зато это необходимый для меня размер. Просто мой старый синтезатор и вообще я как-то привык к 104 HP. И меня он, в принципе, устраивает этот размер. И я решил просто не менять философию своих кейсов и решил заказать оттуда. Плюс, кстати, эта рельсина, она чуть-чуть легче, чем другие. То есть продавец мне сказал, что это какая-то новая модель. Вот. И я, кстати, немножко лоханулся там с винтами. Потом расскажу. Но дело в том, что она глубину имеет другую. Как я уже и говорил, рельсы крепятся специальными болтами. Вы можете взять вот такие болты или вот такие. Это под шестигранник, это просто под крестовую отвертку. И если вы не хотите запариваться вот этими железными боковинками, как я, то вы можете просто просверлить в своем ящике насквозь дырку и прикрепить к ней рельсину. Вы, кстати, можете рельсину опустить ниже или выше, как вы хотите. Если вы хотите, чтобы кнопки торчали, например, выше, чем борт, то вы можете сделать вот вплотную. Если вы хотите, чтобы они скрывались, например, за кейсом, если у вас есть идея делать какую-то крышку, чтобы, или, например, сохранять патч с проводами прям сразу, вы можете опустить ее ниже. Вы просто просверливаете дырку и вкручиваете вот сюда. И вкручиваете вот сюда вот этот вот винт. Сейчас он не вкручивается, потому что резьбы там нет. Но дело в том, что эта резьба нарезается прям сразу, когда только вы вкручиваете. Очень просто. То есть можно рукой, можно шуруповертом. Без разницы. Чем отличается вот такой винт от этого? Когда вы вкручиваете вот этот винт, у вас будет торчать вот такая вот шляпка, за которую вы можете быстро выкрутить с помощью шестигранника. Но также имеет это некий такой эстетический вид. Если вам нравится, например, вы хотите сделать кейс черным, вы можете использовать вот такие штуки. Я видел их используют, проблем с этим нет. Также, если вы вдруг хотите, чтобы не было видно вашего винта, то вы можете использовать вот такую с углубленной, точнее, с конусной шляпкой. И после чего я купил вот такой набор. Это заглушка на шуруп универсальная. То есть, по сути, это черная заглушка, которая позволяет одеть... Ну, давайте я открою, покажу. Просто после того, как вы вкрутите шуруп в модуляр, точнее, в кейс, вы его закройте заглушкой. Думаю, что такую концепцию многие одобрят. Во-первых, вам не нужно запариваться с боковыми вот этими вот железными направляющими, а во-вторых, выглядит по-заводски. Я думаю, что это классный, на самом деле, выбор. Размер вот этого шурупа, по-моему, 3,5. Я буду писать потом на экране все размеры. Длина этого шурупа 2,5 см. Ну, вы можете выбрать чуть линище. Ну, хотя, я не знаю, в принципе, в рельсы вкрутится любой длинный шуруп. Наверное, уже многие хотят спросить, для чего вот эти вот направляющие. Нужны они для того, чтобы вы могли крепить ваши рельсы, ну, как бы незаметно. Получается... Сейчас я найду, где тут у меня вверх-вниз. Получается, что вы опускаете вот эту всю конструкцию внутрь кейса. Вот так. И вот здесь сбоку у вас не виднеется ни одного шурупа, то есть его нет абсолютно. Такие кейсы выглядят немного эстетичнее. Если вы, например, не хотите использовать фурнитуру, то я советую вам тоже сделать вот такую направляющую. Ну, не знаю, я всегда делаю направляющие, хотя их очень сложно делать. Всегда не попадаешь в размер. Даже сейчас, на самом деле, я скажу, что мне придется вот этот размер немножко подредактировать, потому что кейс у меня оказался чуть меньше, чем я намерил. Вот. И вот эту вот ширину я немножко не учел. Я, конечно, просчитывал, но чуть-чуть не учел. Придется мне разобрать всю эту конструкцию и сделать чуть-чуть покороче мои рельсы. И тогда она уже зайдет вот так вот. Комфортно. После чего, когда я установлю вот эти рельсы, я буду красить свой кейс, и, соответственно, он приобретет уже вот такую форму. Это точно такой же кейс, только уже покрашенный. Краску вы можете выбрать любую. Я выбирал, на самом деле, обычную краску. Это какая-то дешевая просто краска из Leroy Merlin. Ну, он, конечно, сопается. Нужно понимать, что в будущем он придаст такой не очень презентабельный вид. Если вы вдруг хотите с ним путешествовать, то я советую вот одевать вот такую фурнитуру. Эта фурнитура, она, как я уже говорил, продается для как раз-таки оборудования, которое можно транспортировать. Если вам нравится такой стиль вашего кейса, то вы можете его использовать. Я покупал ее, когда делал еще первый свой кейс. Она была серебристая, и мне пришлось покрасить ее в... Ну, черной краской просто из баллончика покрасила. Соответственно, вот видите, они даже там какие-то покоски имеют. Ну, мне нравилось. То есть, тогда был черный кейс. Фотографии я покажу вам. Эта фурнитура, она, на самом деле, не очень дешевая. Уже не помню, сколько стоит. Ну, вы можете загуглить. Если вам действительно нужна вот такая фурнитура, и вы хотите сделать ваш ящик более таким похожим на ящик, то вы можете тоже это сделать. Если не хотите, можете не делать. Я, например, в свой новый кейс уже, наверное, делать так не буду. Также у меня есть вот такая вот ручка. Это тоже, по-моему, Adam Hall. Может быть использована также для кейса, чтобы его переносить куда-то. Прикручивается очень просто. Просверливается и прикручивается. Вот, кстати, как выглядит полный комплект. Есть вот такие угловые, они крепятся назад. А есть вот такие просто Г-образные, они крепятся вперед. Ну, поскольку у меня ящик не толстый, а точнее он даже, скорее всего, маленький, то ручки тут тесноваты. Но, в принципе, прикрутить, наверное, можно будет. Ну, либо это можно использовать для большого ящика, вот такой, как здесь лежит. Вот так вот выглядит. Снизу обычно на такие ящики делают резиновые ножки. Есть большие ножки, есть маленькие. Вот эти вот маленькие ножки, внутри есть металл. То есть, по сути, вы можете ее прикрутить, будет крепко держаться. Эти ножки я покупал в магазине Чип и Дип, вот уже совсем недавно. То есть, вы тоже можете такие купить. Ножки для РА, по-моему, называются. Есть побольше, есть поменьше. Для маленьких кейсов вот такие ножки сойдут. Для больших кейсов существуют другие ножки, они чуть-чуть побольше. Так, вроде все понятно, объясняю, да? Пока только про кейс. Этот кейс я делал для того, чтобы сделать такой Zero Cost и Zero Control Setup. Я хотел сделать что-то типа букла EASYLE, чтобы можно было вставить сюда два этих синтезатора, которые работают без питания, у них свое отдельное питание. И сделать, в общем-то, такой, типа, клавишный синтезатор. Вот. Поэтому я нанес здесь логотип Make Noise, чтобы это выглядело такое, как комплексное решение. Этот модуляр я буду собирать вот прямо сейчас, в ближайшее время. Вот для него как раз-таки я сделал эти рельсы. Вот. Я буду его красить, скорее всего, в желтый цвет, как и все мои вот эти вот синтезаторы, чтобы это выглядело общим каким-то комплектом. Но вы можете выбрать любой цвет. Я оставлю ссылку, у меня есть видео, где я делаю такой ящик. Он клеится очень просто, на клею. Вы можете использовать шканты, можете просто приклеить. Для этого достаточно просто обладать некой техникой. Также вы можете заказать это, чтобы вам какой-нибудь папа сделал это, или дядя, или просто пойти в столярную мастерскую и попросить, чтобы вам сделали кейс определенных размеров. Главное замерить эти размеры. О них чуть попозже расскажу. Так, ну что, теперь поговорим о том, какие кейсы вообще бывают. Сейчас на рынке существует, в принципе, очень много кейсов. Но стоят они очень дорого. Там, я не знаю, 50, можно 20, 30 тысяч. В зависимости от того, какого размера, со встроенным питанием или не встроенное питание. И если вы не хотите запариваться и строить кейс самому, то вы можете просто его пойти и купить уже с питанием. Сейчас существует, помимо деревянных кейсов, которые можно делать самому руками, существуют металлические алюминиевые кейсы из кейсов уже, которые имеют облегченный вес или какой-то очень крутой дизайн. Вот в России есть компания MDR, они выпускают неплохие кейсы. Они уже внутри с питанием. То есть вы просто покупаете этот кейс и покупаете модуль, и там все уже рельсы, все это встроено. Также есть классные кейсы, там 4MS, по-моему. Есть от Intelligent Instrument. Это компании, которые производят уже вот готовые кейсы. Они вот такого маленького формата, тоже с питанием. Это металлические кейсы. Они выглядят уже практически как Zero Cost. Но вы видели, то есть это такая железная коробочка. Вы вставляете туда любые модули и используете это. Эти кейсы стоят, маленькие кейсы, там порядка 10-15 тысяч рублей. Я рекомендую их покупать либо на Music Store, либо на Juno. Потому что, в принципе, там самые гуманные цены, и доставка из Европы будет не так долго. И, в принципе, это будет не так дорого. На Music Store, на самом деле, очень большой выбор этих кейсов. Вы можете пройти и посмотреть их стоимость, их размеры. Размеры измеряются в HP. Я рекомендую делать либо 84 HP, либо вот 104. 104 это не стандартный формат. 84 это стандартный формат река, как вот рековые синтезаторы. Он примерно вот такого размера. И вы можете вот так вот выстроить ряд вместе с рековым и вашим устройством. Если у вас такие есть, конечно, то вот так. А если вы, например, хотите чуть побольше модуля уместить, как я, у меня было такое желание, то вы можете использовать 104. По-моему, 104, если не ошибаюсь, размер как раз-таки позволяет провозить ручную кладь, багаж. И когда, значит, думали о том, что путешествовать с модульными кейсами, то какой максимальной ширины можно взять. Вот вроде 104, это и был тот самый формат, средний, там, авиакомпании. И два ряда, 104 HP кейс, вот такой толщины, влезал в ручную кладь, чтобы не сдавать его в багажный отсек и ехать с ним, в принципе, путешествовать. То есть вот 84 меньше модулей, получается, влезет, а в 104 больше модулей, больше возможностей для лайва, для выступления. По-моему, такая была философия. Вот когда я начинал собирать эти модули, я читал и тоже думал о том, что вот 104, наверное, оптимальный вариант. Ну что же, про кейсы, которые продаются вот прям сразу в магазине, понятно. А мы продолжим разговаривать про кейсы, которые можно сделать самому. Ведь мы же делаем это для того, чтобы, первое, сэкономить, второе, сделать какой-то свой индивидуальный дизайн. Ну или просто вот, я считаю, что люди, которые собирают модульный синтезатор, у них есть тяга к тому, чтобы что-то собирать, создавать какой-то свой инструмент. То есть тяга к творчеству именно на процессе создания. Допустим, рельсы. Рельсы вы купили, кейс вы собрали. Дальше вам необходимо думать о питании. Питание бывает разное. Оно бывает разных размеров, разных брендов абсолютно. Чем надежнее бренд, тем лучше, насколько я знаю. Мне, к счастью, не попадалось ни одно питание, которое шумит или имеет какие-то недостатки. Но такие питания есть. Я не буду вам говорить о том, какие бренды именно плохие, но доверяйте, скорее всего, каким-то профессиональным брендам. У меня есть питание от компании Make Noise и питание от 4MS. То есть это обе американские компании, у них есть ряд модулей, и они предоставляют классные возможности по питанию. Почему две у меня есть? А Make Noise это такая плата. Она была установлена у меня вот в этом моем первом синтезаторе. Я покупал ее, по-моему, за 150 баксов, когда покупал еще первые свои модули. Вместе с ними я заказал ее из Америки. И мне приехала эта плата, и она меня ни разу не подводила. Работала идеально. То есть никаких шумов я там не слышал. Может быть, конечно, это от модулей зависит. Не знаю. Но, в общем-то, я рекомендую плату Make Noise. Если вам вдруг выдастся возможность купить где-то БУ или новую эту плату Make Noise, то вы можете ее смело брать. Сейчас я попробую визуализировать, как примерно это выглядит. Само питание это такая же плата, у которой есть коннекторы для модулей. Их много. Ну, примерно там 20-10, в зависимости от того, какую плату берете. От нее идут два провода на разъем. И один провод можно разомкнуть и использовать его для выключателя. Вот. В этот провод вы вставляете блок питания. Блок питания обычно выглядит просто как блок питания от компьютера. Сейчас я вам его покажу. Вот такой блок питания. Это, кстати, у меня какой-то китайский. У меня есть еще один хороший, который я использую, но он остался у меня в студии. Я просто решил не доставать, решил показать. Но это китайский тоже вроде работает, так же не шумит, кстати. Вот. Его вы подключаете вот в этот разъем. Этот разъем крепится на модульном синтезаторе. Он уже крепится в корпус. Вы в корпусе можете проделать дырку. Я сейчас покажу. Я хотел в свое время сделать вот такую накладку, еще железную для этого корпуса. Чтобы она была более крепкая. Тоже выпиливалось все это из алюминия. Но эту накладку я так и не использовал. В итоге я справился с деревянным вырезом. И там аккуратненько сделал вот эту вот штуковину, прикрепил туда. Кстати, еще очень важный факт такой, что первый раз, когда я собирал модульный синтезатор, я сделал сам кейс. Я заказал плату питания. Значит, выбрал фурнитуру Adam Hall. А вот рельсы я не покупал. Тогда была возможность купить только дофер, кстати. И они были тоже 84. И по этой же причине я решил, короче, пойти в магазин и поискать что-то подходящее для того, чтобы использовать это в качестве рельсы. И действительно нашел. В Leroy Merlin в свое время продавались вот такие рельсы. Это Sideline. Модель, по-моему, 66 называется. Ее используют для мебели. Или использовали для мебели, чтобы выдвигались ящики. Или еще что-то. Не знаю. В общем, я посмотрел на нее. Я подумал, что класс. Она мне точно подойдет. Сбоку у нее есть вот такое же отверстие. То есть она абсолютно симметричная. Я сейчас покажу, как это выглядит. Вот. То есть сюда вкручивается болт. А в эту часть уже вставляются гайки. Но есть один нюанс. Эти рельсы имеют размер гайки не M3. Это определенный стандарт для Eurorack. А M2,5. Вот тут мне пришлось, конечно, поколхозить. Я сначала взял гайки M3 и пытался их как-то обточить. Потому что просто не было гаек M2,5 в магазине. А потом я намучился с этим и заказал в Америке гайки M2,5. Вот, кстати, они у меня еще есть. Вот эта гайка M2,5. А вот эта гайка M3 уже. То есть вот эти рельсы, для них подходит гайка M3. А вот для таких рельс подходит гайка M2,5 только. Вот она вот так вставляется. Ну и, соответственно, вот этот вот винт, он сейчас уже имеет длину необходимую. А раньше, когда я это собирал вот на этом Eurorack, я долго мучился с короткими винтами. Мне пришлось заказать их еще, кстати, по-моему, сколько-то тысяч штук. Потому что магазин не хотел мне везти эти винты. И я, получается, как делал. Я клал две гайки, чтобы они чуть-чуть подпрыгнули. Либо как-то подковыривал там их и вкручивал винт, который имел длину короче, чем этот. Но я их уже выкинул, потому что я их вспоминаю с ужасом уже, эти винты. Вот. Короче, вот, блин, выскочил. Теперь сбоку не вставить. Вот, сейчас я использую тоже M2.5. Вот у меня, поскольку квадратные гайки есть, винты вкручиваются, модули держатся. То есть, сейчас мой Eurorack по-прежнему на этих рельсах. Мои, в принципе, и второй маленький тоже Eurorack, у меня он тоже на этих самопальных рельсах. На самом деле, если бы я нашел еще вот такие рельсы в продаже, они стоили, кстати, всего 1400 рублей на тот момент. И длина у них была то ли полтора метра, то ли сколько-то. То есть, ну, гораздо дешевле, чем вот эти. Вот, если бы я их нашел, я бы вот эти не заказывал. Но, поскольку мне нужно расширяться, дальше я хотел создать еще несколько кейсов, и мне пришлось все-таки заказать. Заказал я 8, по-моему, штук, так, про запас, чтобы были, потому что доставка там прилично выходила. И если бы я нашел вот такие рельсы, я бы не запарился и сделал бы тоже все то же самое. Ну, поскольку я их не нашел, я звонил в одну компанию, которая еще может продавать вот такие рельсы. И это было где-то там на Дальнем Востоке, по-моему. Они сказали, что у нас есть одна, но одну мы вам не можем достать. Осталась одна, я думаю, мы с вами не сможем доставить. Доставка, типа, будет, центральный округ будет очень дорого. Я, короче, ладно, думаю, все понял. Надо заказывать уже вот там. Вроде бы сейчас все заказывают рельсы на Клокс. Да и если вам необходимый размер больше 84 HP. Так, ну что у нас тут с рисунком? Плата, значит, питание, плата и сами модули. Модули крепятся шлейфом вот к этой плате. В принципе, конечно, это все звучит ужасающе и выглядит, возможно, для тех, кто впервые об этом думает. Но сейчас я покажу. То есть вот у нас есть питание уже. А, кстати, забыл сказать, что плата бывает не только такая. Плата еще бывает такая, более удобная. Потому что вы можете прямо вот так вот создать уже модульный синтезатор. У него будет питание. То есть вот сюда вставляется сеть. Это в розетку. Это в сеть. И вот тут такие шлейфы уже для модулей. У модуля всегда в комплекте идет тоже его шлейф. Очень важный момент, что этот шлейф всегда подключается к красной полосой там, где написано минус 12. Но это правило знают все. Чтобы не спалить модуль, там, где минус 12 написано, это обычно на плате написано, туда вставляется красная полоса. И этот модуль уже мы можем подключить вот в этот шлейф. Очень удобно в 4MS, на самом деле. Сейчас я про них еще расскажу. Все. Вот так вот модуль уже будет питаться. То есть вам в кейсе необходим еще местечко, чтобы запитать. Точнее, чтобы запихнуть весь этот провод туда. Ну вот так. Вот и весь модульник. Слушайте, давайте я сразу даже пойду, притащу сейчас розетку и подключу, покажу. Провод у меня не очень длинный, пришлось немножко развернуть. Короче, вот, воткнул. Вот это вот есть плата питания, то есть модуль с платой питания, шлейф. И модуль подключили. Все, вот работает. Это уже готовый модуль синтезатор. Осталось только вот его поместить в коробку. У компании 4MS, и не только у нее, есть вот такие классные решения для подключения модулей. Для питания модулей. Это вот такие вот портативные питающие устройства, которые не занимают места. Практически их не надо прикреплять там к самому ящику. Еще большой плюс заключается в том, что эти модули питания вы можете расширять, то есть комбинировать. Если ваш блок питания мощный, то он может питать много модулей. То есть здесь суть заключается в том, что чем мощнее блок питания, тем больше модулей он может питать. Вот если вот такую же еще панель соединить друг за другом, вот у нее есть два входа есть, вы можете просто один кейс подключить к другому такому же кейсу и его запитать от одного блока. Это очень удобно. То есть такая цепь получается. Вот эту штуку вы также можете расширять. То есть надо больше модулей. Вот соединяется все вот так. И соответственно можно еще больше модулей подключить. Главное тут смотреть на мощность вашего блока питания. Также есть неплохое питание, которое является портативным. По-моему, так, сейчас скажу точно фирму. Pyramid они делали секвенсор. Polyend, по-моему, они называются. У них есть вот подобное питание, в которое вставляется не блок питания, а прям можно USB вставлять. То есть вы можете питаться и ваш модуляр от пауэрбанка. Если вы думаете собрать вот такой маленький модуляр, я вообще настоятельно рекомендую. Там будет стоить вот такое питание порядка 10 тысяч рублей, но зато оно будет очень портативным. Для вас это будет большим плюсом, если вы хотите записывать, например, что-нибудь на природе или лежать на кровати, где у вас далеко розетка. И вы можете использовать пауэрбанк для этого в машине, там, я не знаю, найдете применение. Классное, кстати, решение для таких мобильных нужд. Хочется еще сказать отдельно, что бывает питание, у которого блок питания уже встроен тоже туда. То есть вот такая разобранная какая-то катушка там, увидели, наверное, да? Это, оно крепится уже в кейс. Это, наверное, для больших каких-то кейсов, которые у вас дома стоят, неподвижные. Они также примерно такой же функционал, у них только вот этот блок питания, он не отдельно, как у вас для ноутбука, а он встроен уже туда в кейс. Вы также его прикручиваете и все, соединяете. Вообще, если вы купите какое-то питание, когда вы его купите, оно вам придет, всегда есть какой-то мануал, чтобы посмотреть, как его установить. Именно от вашего питания можно найти. Если вот такое питание, то даже мануал не нужен, все понятно. Просто красную подключаете к красному, чтобы не напутать плюс-минус. А это вставляете в рельсы. Все, вот рельсы и модули, и блок, больше ничего не нужно. А, кстати, еще вот момент. Вот этот 4MS, как раз таки, питание, которое у меня здесь установлено, оно имеет немножко другой шлейф. Там такая площадка. Ну, принцип тот же самый. Площадка, в которую можно втыкать модуль питания. То есть, она просто содержится на плате. Эту плату можно прикрепить к стенкам. И также здесь видите два входа. Соответственно, можно законнектить это питание вот с этим. Это вот так. Это вот сюда в этот кейс. Ну, и это уже в розетку. Я очень доволен решением от компании 4MS, которая дает возможность их соединять. Мне кажется, это очень удобно. Про размеры кейса теперь поговорим. Как вы видите, кейсы могут быть разных размеров. Они измеряются юнитами. Вот это считается 3 юнита. Раз, два, три. Да, юнит это, кстати, вот один юнит. Юнит это размер, который пришел из рэковой системы, тоже синтезаторной. То есть, вот 3 юнита. 3 юнита это стандартный размер, или 3ю, я не знаю точно, по-моему, 3ю, наверное, ладно. Это стандартный размер, которым являются модули. Также есть модули 1U. Они вот такие маленькие. У меня был первый кейс, он был 6U. Вмещал два модуля стандартных. И 1U я сделал. Я, кстати, в него запихивал Bustation Rack. Фотку покажу. Сейчас уже, по-моему, Intel Angel выпускает такие модули 1U. Ну, они такие функциональные. Я не знаю, если хотите вот чуть-чуть пошире сделать, можете, в принципе, 1U модули тоже использовать. Я пока их не использую, поэтому я использую стандартные модули. Также вы можете сделать вот такой компактный кейс, например. Вы можете сделать плоский кейс, или вот широкий. Я очень хотел сделать себе плоский кейс для того, чтобы... Ну, вот нужен мобильный какой-то, например, есть задача куда-нибудь поехать, например, и взять 1U модуляр. Можно использовать вот такой вот плоский кейс. Но есть один нюанс. Это его глубина. Есть модули, которые являются вот такой глубины. Это чаще всего цифровые модули. Это тоже цифровой модуль. Он плоский. То есть он сюда влезает без проблем. И собрать модульную систему на таком плоском кейсе реально. Если у вас модули чуть более толстые уже, то вам придется уже посчитать. Чаще всего аналоговые какие-то осцилляторы или функциональные аналоговые модули имеют много компонентов, и они довольно глубокие. То есть вы не сможете их ставить вот в такой плоский кейс. Так что если вы уверены, что у вас есть, например, модули, которые плоские, и вы хотите из них собрать какой-то сетап определенный, то вы можете использовать вот такой тонкий. То есть я сделал его для того, чтобы собрать на нем тоненький модуляр, компактный. Теперь поговорим о том, какого размера делать вот эти кейсы, как их резать, как их изготавливать. Обычная высота одного модуля составляет примерно 12 сантиметров и 8 миллиметров. Соответственно, умножив на два, вы можете получить высоту необходимого ящика. Плюс нужно учитывать, вот я не учел один момент, что вот эти новые рельсы, они имеют выступ вот здесь. Его также надо померить и посчитать. Есть определенные размеры стандартные, я, наверное, найду их в интернете и приложу, чтобы вам было удобно. Но размеры вот этой вот железной своей конструкции, которая у меня получилась, я вам сейчас скажу. Высота получается 26,6, а ширина получается 26,8. Но поскольку я немножко лоханулся, сделал 26,8, по-моему, впритык, надо было сделать небольшой запас. Я сделал 27 даже, все равно не влезает. В общем, у меня немного по ширине не влезает, поэтому я вот эти боковинки сниму и сделаю чуть-чуть поуже несколько миллиметров, чтобы это комфортно заходило. Эти дырки я вкручу сюда в кейс, чтобы он держался и модули мои не упали. Соответственно, вот здесь никаких дырок не будет. Также я купил в компании Кликс энд Клокс вот такие вот винты. Я думал, вот это круто, конечно, если ты можешь без отвертки сразу прикручивать модули. Но я немного лоханулся, и вот получается, что длина этого винта, она длиннее. Это связано с тем, что эти рельсы, они чуть тоньше, чем обычные. Но вот я это не учел. Вообще, нюансов много на самом деле. Может быть, если вы не хотите запариваться, купите лучше сразу готовый кейс. Вот, короче, болтается. И вот эти вот штуки мне теперь не нужны. Буду использовать обычные винты. Надеюсь, я вам все рассказал, что хотел. Вроде как по списку смотрю, остались только провода, но о них я расскажу в другой раз. И надеюсь, я закрыл вопросы по питанию, рельсам и по размерам кейса. И вы сможете уже принять решение, собирать вам самому кейс или не собирать его, купить готовый. То есть, это уже вопрос, который вы для себя каждый решите. Но себестоимость вот этого всего, она меньше, чем. Я не считал, но она гораздо меньше. И самое главное, вы получаете удовольствие от создания этого вашего кейса. Вы принимаете участие в дизайне. А также вы можете выбрать любые размеры технические, которые вам необходимы. Вот. В этом нет ничего сложного. Для начала просто купите какое-нибудь питание и модуль. А дальше уже все пойдет как нужно. Потому что, когда вы получаете это устройство домой уже, вы держите его в руках, вы сразу же ориентируетесь, что делать. Потому что, когда смотрите какие-то обзоры, могут быть кучи вопросов. И это может вас останавливать. Поэтому дерзайте, не останавливайтесь. Покупайте свое первое питание. Желательно хорошего производителя. Покупайте свой первый модуль или парочку. И начинайте уже собирать модульный синтезатор. И записывать очень интересную музыку. Модульную музыку. Вот, кстати, еще из железа вытачивал в свое время такие вот накладки. Думал также им кейс укрепить. Чтобы... Это вот для бастейшна. Здесь миди входы. Здесь джеки 6.3. То есть, как-то на кейс я хотел это крепить. Или без с обратной стороны. Для того, чтобы... Ну, как-то все надежно делать. Не знаю. Это был мой первый кейс. Вот. Потом я делал еще другие кейсы. Сейчас... Короче, я кейсы делаю довольно часто. Мне хочется постоянно их менять. Еще, кстати, важный совет. Если вы хотите использовать фанеру и не хотите, чтобы она как-то кололась или билась, эта краска, вы можете фанеру просто покрасить какой-то пропиткой, чтобы не покрывать дерево. Вот. И эта пропитка может просто быть колированная также. Ну, единственное, что у вас, конечно, будет видно, что у вас ящик деревянный. Может быть, для каких-то эстетических моментов это не очень подходит. Вот. Но, тем не менее, зато ящик будет фанерный такой, неубиваемый. Главное использовать эту пропитку для дерева, и тогда сколы вам не страшны. Да, они будут, но они будут не видны. А там ящики, которые покрашены, в них, конечно, малейший скол, и он начинает уже не так выглядеть. Вот. Поэтому красиво будет стоять для путешествий. Лучше использовать что-то понадежнее, наверное, какой-то материал. Но также можно еще попробовать текстильные какие-то сумки купить или сшить. Также, если вдруг вы захотите это делать. Ну, что же, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, оно вас сподвигнет к тому, чтобы вы создали свой первый модульный синтезатор. И вы не побоялись вот этих первых шагов, которые и так необходимо сделать. Не забывайте подписываться на канал, рекомендовать его своим друзьям. Обсуждения и комментарии также приветствуются. Задавайте вопросы. И в следующем моем видео разговор пойдет о первом модуле. Какой же первый модуль купить? И нужно купить несколько там или один модуль сразу. Потому что я буду как раз собирать вот этот вот кейс. Я его покрашу и, наверное, расскажу про первый модуль. И мы так и пойдем. То есть я буду собирать вот свой новый синтезатор. Вот такого формата. И буду рассказывать, наверное, про эти модули. И так или иначе мы к финалу этой серии соберем вот этот вот кейс. Ну, по крайней мере, я так планирую. Может быть, я, конечно, и раньше его соберу. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok